День величайшей радости и глубочайшей скорби. Ровно 80 лет назад советские войска освободили белорусскую столицу. В боях за свободу и будущее страны погиб каждый третий. Понимая значимость этой даты, всенародным голосованием белорусы выбрали именно этот день главным государственным праздником. Почтить память павших в те страшные дни и поблагодарить за мирное небо над головой на площади Победы собрались как городские власти, депутатский корпус, духовенство, военнослужащие, представители общественных организаций, предприятий, так и неравнодушные граждане. В сознании белорусов навсегда память тех трагических лет и осознание. В наши дни подобное недопустимо. Со словами о важности мира и поздравления с праздником перед собравшимися выступил председатель Бобруйского горисполкома. Вся страна гордится этим праздником, в том числе и наши Бобручане. Посмотреть, сколько сегодня людей собралось. И я, как сегодня сказал, дай Бог ветеранам, каждому нашему ветерану, живущему в нашем городе, в нашей стране еще многое-многое лето здоровья. Сегодня воспитание молодежи – одно из главных направлений идеологической работы. Основы – историческая память. Юноши и девушки чтят героев и события прошлого. Мы должны, я как представитель молодого поколения, мы должны помнить об этом дне, чтобы укреплять память. Ну и поздравляю всех с Днем независимости. Однако есть и те, кто знает о страшных днях не понаслышке. Голодовали, у Азарыча было, в болоте сидели, там люди умершие, лежали, трупы, а мы, мама, трое нас было. Мы кинут немцы хлеба, по кусочкам кому досталось, а кто вкусил, а кто и голодный был. Войны этой больше не было. Хватит, нажились, голодные пробыли. Рев мотора. Программа праздника продолжается на задней площадке Бобруйской арены. Уже традиционный конкурс «Автоледи» собирает десятки представительниц прекрасного пола. Поболеть за свои половинки приходят и самые главные критики – мужья. Организаторы зрелищного шоу БРСМ ГАИ ДОСААФ. Сегодня у нас пять участниц. Участница Саграмаша, СРТИ, ЖРЭО Первомайского района, ЖРЭО Ленинского района и КубДЭП. В конце они будут награждены подарками и дипломами. Данное мероприятие направлено на повышение роли и значимости женщины за рулем, а также более профессиональные их подготовки. Я как директор автошколы могу заявить, что женщины, девушки сейчас всё больше и больше занимают место в управлении транспортными средствами. Они хорошие ученики, они хорошие водители на дорогах. Участницам предстоит проявить свои навыки в трёх этапах. Знание ПДД – презентация своего авто. При оценке жюри рассматривает как оформление, так и творческую подачу. В последнем состязании девушки демонстрируют скоростное маневрирование. Парковка задним ходом и диагональная. Габаритная змейка – разворот в условиях ограниченной ширины проезжей части. Критерии оценки – время, правильность прохождения. Мы готовились всей нашей дружной семьёй. Это моя семья, муж, дети, мои друзья, мои коллеги. Всё это было очень волнительно, в то же время весело, задорно, и мы рады участию. Было очень сложно, потому что последний раз я на эти тесты отвечала 10 лет назад, когда училась в автошколе, поэтому сложновато. Насправилась на все 100. Сегодня лучше всех справились с маневрированием. Насколько было сложно всё-таки преодолеть эти препятствия? Не сложно, потому что я 8 лет за рулём, без прерывного стажа, но волнение, конечно, сильное. С 4 часов вблизи ледовой арены начинают работу торговые ряды, тематические и игровые площадки. Досуг организован на любой вкус и цвет. Найти для себя интерес могли как взрослые, так и дети. Моему ребёнку 2 года, вот он выбирает столько здесь игрушек, не знает, куда бежать. Разбегаются глаза. Наши дети здесь прекрасно отдыхают, их родители вместе друг с другом тоже и отдыхают, и общаются. А самое главное, что здесь весело и всё бесплатно. Особый ажиотаж возле контактного зоопарка. Кролик, шиншилла, морские свинки, хорёк. Всех можно гладить, брать на руки и кормить. Что ещё надо малышам? Дети, когда общаются с животными, они воспитываются добрыми, отзывчивыми. Чувство сострадания у них формируется, а это очень важно. Закупиться впрок. Город мастеров радует изобилием сувениров, кухонной утвари, украшений, предметов домашнего интерьера. Выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства предлагает изделия из керамики, фарфора, стекла, льна, камней и бисера. Вот такую доску для своей кухни. Потому что натуральное дерево. Надеемся, нам это принесёт удовольствие. Много у нас ассортимента. Мы занимаемся разделочными досками, много минажниц, много подсвечников из разных пород дерева. Уникальные творческие работы с деревом, как красным, уникальными породами, которых в Беларуси не найти. Ключницы, дрифтвуд такой разный. Ну, народа довольно-таки много. Ажортаж хороший. С шести часов на сцене у Ледовой арены концерт «Квитней» родима под облакитным небом. Настроение зрителям поднимают городские творческие коллективы Центра дополнительного образования детей и молодёжи. Школа искусств имени Ловникова. Ансамбль народной песни «Бобруйские музыки». Вокальная группа «Любава» и многие другие. В 22.55 уже традиционная в такой день акция «Споём гимн вместе». В стороне не оставался никто. Весь город в один голос повторяет слова главной песни страны. Сразу после исполнения кульминация дня. Праздничный салют. День независимости в памятную дату 80 лет освобождения Беларуси Бобруйск празднуют с размахом. Через год ещё одно знаковое событие – 80 лет Великой Победы. Пока белорусы помнят о цене свободы и независимости, за завтрашний день можно не беспокоиться.